Валерий Седов Число грабежей, угонов транспорта и мошенничества, а также преступлений, совершенных с применением оружия на территории Рязанской области стало меньше. Об этом на итоговой коллегии регионального ОМВД заявил министр внутренних дел Владимир Алай. Силовики подвели итоги оперативно-служебной деятельности регионального органа внутренних дел за 2022 год в присутствии губернатора Рязанской области Павла Малкова. Ну и поговорили о приоритетных направлениях работы в этом году. Коллегия по итогам прошедшего года своеобразный анализ деятельности органов внутренних дел во всех сферах. От безопасности на дорогах до борьбы с коррупцией. Мы являемся небольшим звеном того механизма четкой работы всех структур, которые делают перемены, великие перемены в России, так и в мире. И от нашей слаженной добросовестной работы каждого сотрудника на своем месте зависят положительные результаты всех преобразований. Каждый год несет в себе какие-то трудности и прошедшие не будут исключения. Главное для нас было поддержание безопасности в регионе, связанное с проведением специальной военной операции. Сегодня мы проведем анализ деятельности тех подразделений, поставим задачи на 23-й год. В 2022 году общее число зарегистрированных преступлений осталось на уровне 21-го года. При этом сократилось число грабежей, угонов транспорта, мошенничества, а также преступлений, совершенных с применением оружия. Всего в течение года раскрыто больше, чем в предыдущем. Тяжких и особо тяжких преступлений. Более эффективной стала работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений прошлых лет. Например, было раскрыто групповое умышленное убийство семьи из трех человек в Ряжске почти 30-летней давности. В целом, поставленные на год задачи выполнены. Имеют неединичные примеры высокопрофессиональной работы сотрудников уголовного розыска, органов следствия управления и коллег из следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области по раскрытию особо опасных преступлений. Приведу один из них. Так, 17 июня в регионе села Галинчево Чучковского района совершено двойное убийство путем нанесения доживых ранений жителям города Рязани. В ходе реализации оперативных материалов сотрудник уголовного розыска управления и МВД России Шимовский и Шадский установлены, что преступление совершено из корыстных убуждений двумя жителями поселка Галинчево Чучковского района проводится расследование. Губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков отметил, что для регионального УМВД прошедший год стал результативным. По ряду направлений достигнуты высокие показатели. Не просто в этих условиях работать, но все получается. Все равно вы при этих условиях показываете положительные тенденции, но, например, в регионе стало меньше преступлений в среде несовершеннолетних, меньше стало преступлений в совершенном состоянии алкогольного опьянения и некоторых других, тоже вы сейчас все это послушали, хорошие результаты в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Также хочу особо иметь вашу работу по борьбе с экономическими преступлениями. Он, Дмитрий Ильич, тоже говорил уже об этом в своем докладе. Каждый бюджетный рубль у нас ведет на развитие региона и какие-то социальные нужды. И вот обеспечить эффективность этой работы – это наша с вами общая задача. Павел Викторович поблагодарил сотрудников за конструктивное взаимодействие с правительством и выразил уверенность, что оно будет расширяться и укрепляться. Губернатор Рязанской области наградил отличившихся сотрудников полиции. Самая курьезная авария на прошедших выходных в микрорайоне Недостойво обошлась без погибших. Машина на скорости влетела в торговые павильоны и сразу же наделала много шума в соцсетях. Подробности – далее в сюжете. Дальше на записи камеры наблюдения только нецензурная брань. Мужчина за прилавком – покупатель, ему 27 лет. После такого наезда делался телесными повреждениями. После обратился за медпомощью. А вот судьба водителя куда интереснее все же. Не каждый день машины на полной скорости таранят торговые павильоны. ДТП произошло в половине шестого вечера в воскресенье. 36-летний рязанец не справился с управлением своей «Шевроле Лачетти». А не справился потому, говорят в ГИБДД, что был пьян. 0,998 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Показатель в шесть раз превышает допустимый уровень. Такой уровень алкоголя в крови появляется минимум после полулитра пива. Или стаканчика чего покрепче. В любом случае садиться за руль в таком состоянии нельзя. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотрен частью 1 статьи 12.8 КОАП РФ. Наказание по такой статье – административный штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции уточняют все обстоятельства происшествия. С 23 января в регионе начнет работать многофункциональный семейный центр. Его откроют на площадке Рязанского центра занятости населения. Комплекс услуг в новом МФЦ сформирован с учетом нуждаемости и жизненной ситуации. Теперь сюда смогут обращаться члены семей мобилизованных и участников СВО, семьи с детьми, безработные граждане, инвалиды, беременные. Здесь можно будет получить консультации у специалистов по мерам соцподдержки, социальным услугам и услугам в сфере занятости, бесплатную юридическую или психологическую помощь. Кроме того, с февраля будут работать 10 мобильных многофункциональных семейных центров, которые планируют ежемесячно выезжать в районы. В библиотеке имени Горького в рамках благотворительного арт-проекта «Сказки Лисего острова» состоялась презентация новой анимационной сказки рязанской писательницы Татьяны Бадаловой. Пока горит большая свечка. «Сказки Лисего острова» – серия авторских анимационных сказок, главными героями которых стали вовсе не волшебные существа, а самые обычные дети и подростки. Истории, вошедшие в серию, посвящены тем, кто никогда не теряет надежды, верит в добро и в обычной жизни своими руками без помощи магии творит чудеса для других людей. Автор проекта – рязанская писательница Татьяна Бадалова. Пока горит большая свечка, ее новая история, которую впервые сегодня показали рязанским школьникам. Это сказка о двух мальчишках, хулиганах, которые ослушались всех, кого можно, и залезли в маяк, вскрыли его и попытались его починить, потому что он был сломан, а в это время их отцы находились в море и не могли вернуться, потому что без света маяка причалить очень трудно к берегу. Видеоряд к сказкам создают профессионалы из Москвы и Санкт-Петербурга в техниках рисования песком и светом – Эбру – теневой анимации. Среди тех, кто уже поддержал благотворительный проект своими голосами группа «Ария» – музыканты Эдмунд Шклярский, Жанна Агузарова, Николай Фоменко, Владимир Шахрин, Вадим Самойлов, а также актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Всеволод Кузнецов и ведущие Екатерина Андреева, Виктор Гусев, Михаил Куницын. Это проект мой, который я и придумала, и привлекла к этому проекту достаточно большое количество людей, звезд, художников, композиторов. В общем, у нас большая команда, которая растянута на три города, даже на четыре, наверное, города. Проект зародился в 2020 году. Очень хотелось сделать серию именно добрых сказок, направленных на пропаганду, то есть можно такое слово употребить, семейных ценностей, добра, рассказать детям о том, какие бывают дети, о том, что можно помогать друг другу без помощи волшебной палочки, а просто потому, что у тебя большое доброе сердце. С каждой новой сказкой команда проекта приезжает в школы, детские дома, интернаты для детей с особенностями развития, в дома культуры и пункты размещения беженцев с Донбасса. С ноября 2021 года, со времени существования проекта, состоялось уже более 40 показов. Формат встреч предполагает не только просмотр сказок, но и обсуждение с детьми, поднятых в них проблем. Кроме того, маленьким зрителям всегда интересно пообщаться с живым писателем и узнать, как вообще создаются сказки. Сразу 15 творческих коллективов собрал в МКЦ фольклорный фестиваль в Рязани-городу «Привечаем к Алиду». На этот раз, кроме городских ансамблей, выступили ребята с районов, были даже гости слуховиц. За представлениями очень внимательно следили зрители 14-го ряда. Почему? Расскажем далее. Калядки для Рязанской области – обряды знаковые. Впервые их описали еще в конце позапрошлого века. Калядовщики ходили по дворам, поздравляли и славили Иисуса, требовали и получали дары. Фольклорный фестиваль в Рязани-городу «Привечаем к Алиду» всю эту самобытность сохранил и даже приумножил. На сцену МКЦ вышли сразу 15 коллективов, причем в этот раз даже областных. Готовились тщательно. Первое, наперво, это сохранение нашего традиционного нематериального наследия, нашей культуры, нашей русской народной культуры. Это первое. Второе – это привлечение как можно больше детей, которые бы занимались этим творчеством. Дальше большая просветительская работа. У нас сегодня есть и зрители, которые пришли и с большим вниманием и интересом смотрят за выступлением детей. Для Мурмина выступление на главной сцене Рязани уже большая победа. Свою программу накануне Рождества ребята из фольклорного ансамбля «Лада» репетировали с сентября и показывали только в Мурминской музыкальной школе. Дебют перед большой публикой получился достойным. Это наш второй выход на публику вообще у детей старших, а у кого-то вообще это дебют. Я, конечно же, очень сильно волновалась. Я думаю, что дети тоже. Все-таки публика, зал большой, сцена огромная в сравнении с нашей школой. Но я считаю, что наш дебют удачный. Тем временем в зрительном зале за выступающими очень внимательно наблюдал весь 14-й ряд. На нем расположились студенты художественного училища. И прямо во время выступления они фиксировали красочность народных костюмов и образов в графическом формате. Лучшие работы выставить здесь же, на специальной художественной выставке. По доброй традиции. Большая часть России отметила Старый Новый год. Праздник со своей уже устоявшейся историей. Зародился он больше века назад, в 1918-м, когда страна перешла на грегорианский календарь. Из-за этого 1 января по юлианскому календарю стало соответствовать 14 января по принятому грегорианскому. По статистике Старый Новый год празднует более 60% россиян, но этот процент выше среди людей младше 40 лет. Отмечают сегодня праздник и в странах бывшего СССР, и даже в Греции, Сербии, Черногории, Алжире и других странах. Празднуют ли рязанцы? Расскажем далее. Традиционно Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Хоть и большого размаха у торжества нет, это, говорят рязанцы, скорее еще один полот собраться с семьей и приятно провести время. А может отметить с теми, кого в сам Новый год посетить так и не удалось. Да и по духу праздника он скорее душевный, нежели официальный. Поэтому отмечать его или нет – личный выбор каждого. Однако праздничные мероприятия в Рязани все же были. 13 января, например, в лесопарке состоялась детская анимационная программа. В МКЦ прошел второй открытый фестиваль народного творчества. В Рязани городу привечаем к Олиду. В тот же день во дворце молодежи состоялся святочный вечер раз в крещенский вечерок. В ДК Приохский зрителям показали театрализованный концерт по мотивам фильма «Чародеи». А жители Дашковой песочни потанцевали в КДЦ «Октябрь» на проекте «Диско молодости нашей». Богат Старый Новый год и на кулинарные традиции. В тот же Васильев день, 14 января, на Руси традиционно накрывали богатый стол. Обязательное блюдо на нем – кутья. Это рисовая каша, но не постная, а наоборот, заправленная мясом и салом. Другая традиция связана с древнерусским поверьем, мол, 13 января нечистая сила особенно активна. Вот и ходила молодежь с песнями и плясками по домам, отгоняя нечисть. А 14 января молодые люди старались прийти в дом возлюбленной свататься. Считалось, что если девушка ответит согласием, то семейная жизнь обещала быть долгой и счастливой. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин